Первое освящение Крещенской воды происходит накануне праздника. Сегодня по православному календарю сочельник, время строгого поста. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. В Самарском Петропавловском соборе чин Великой Агиасмы совершил митрополит Самарский Сызранский Сергий. На литургии читается отрывок из Евангелия о том, как Иисус Христос пришел на Иордан, чтобы принять Крещение. Войдя в реку, Богочеловек осветил всю воду планеты. Годовой церковный цикл, как символ Вечности, повторяет это событие ежегодно, как первое явление человечества Божества во всей его полноте. Праздник Крещения еще называется, правильно, Богоявлением, потому что на реке Иордан явилась вся полнота Божества, Святой Троицы. Пришел креститься Сын Иисус Христос, Сын Божий. На него снизошел Дух Святой в виде голубя, и был голос Отца Небесного, сей Сын воздушный. В этот день верующие приходят в храмы, чтобы набрать крещенской воды. Она считается целебной и не портится в течение года. Ею положено кропить свое жилище и пить по утрам натощак. Сергей Козлов, прихожанин собора, каждый год после службы уносит домой бутылку освященной воды. Это является важным праздником для всех православных христиан, так как с помощью этой воды можно осветить свой дом, можно ее употреблять каждый день для очищения из себя, своей души. А сегодня вечером Сергей впервые решил окунуться в прорубь. Эта благочестивая традиция известна с давних пор, но только в России принято в мороз ходить на водоемы. Во всей стране сделано более трех тысяч крещенских купелей и орданий. В Самаре центральным местом народной забавы станет набережная на полевом спуске. Главная городская купель к празднику подготовлена, и это подтвердил первый заместитель главы города Владимир Василенко на выездном совещании. Сегодня здесь уложат деревянный настил для удобства. Возле проруби всю ночь будут дежурить сотрудники МЧС и скорая помощь. После купания для всех желающих горячий чай. Кроме этой проруби в Самаре готовы еще четыре купели. На спусках улиц Некрасовской, Маяковского, Советской армии, 9-й просеке. Районам поставлена задача, если они считают в данной ситуации, что есть еще потребность в организации мест купания, они тоже должны точно так же организовать и сделать купальню для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Впрочем, и священники, и врачи предупреждают, что крещенские купания на пользу только здоровым людям. Ледяная вода противопоказана тем, кто страдает заболеваниями сердечно-засудистой и дыхательной системы. Для всех, кто желает окунуться в теплую купель, есть и такая возможность. В Самарском Михайло-Архангельском храме в поселке Запонском и Ордань обустроены в помещении. Кроме того, водосвятный молебен состоялся и на главной НФС Самарского водоканала. А значит, крещенская благодать уже пришла буквально в каждый дом. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.